МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите узнать больше о наших услугах по получению вида на жительство в Панаме? Ознакомьтесь с нашей статьей и основным направлением работы в стране. Открытие текущего счета в Панаме. Какие необходимо предоставить документы для открытия текущего счета в Панаме? Бланк персональных данных. Депозитный бланк. Форма запроса на предоставление услуг для получения ключа карты, доступа к онлайн-банкингу и обслуживания кредитных карт. Форма о системе аффилированности. Договор о банковском обслуживании. Форма АРС. Сертификат по общему стандарту отчетности CRS. Запрос на предоставление кредитных продуктов. Все документы подписываются черной ручкой, при этом подпись должна быть максимально подобной той, которая предоставлена в паспорте. Дополнительно могут потребовать следующие документы. Нотариально заверенная и апостелированная копия вашего паспорта. Второй документ, удостоверяющий личность. Американская виза, если применено. Справка о доходах с подтверждением источников дохода. Для частного предпринимателя – последние два отчета о доходах в стране проживания. Для наемного работника – ведомость выполненных работ, отражающая уровень полученного дохода. Справка из страны, гражданином или резидентом которой является клиент, подтверждающая адрес проживания. Для открытия корпоративного банковского счета мы сотрудничаем с юридической фирмой, зарегистрированной в Панаме, которая будет выполнять функции вашего законного представителя на протяжении всего процесса открытия счета. Ниже предоставлен перечень документов, которые необходимо предоставить юридическому лицу. Договор о банковском обслуживании. Решение общего собрания акционеров или участников об учреждении. Нотариально заверенные заявления. Форма АРС – корпоративная или индивидуальная. Заявление о размещении вклада. Заявление на сервисное обслуживание. Информационная форма о корпоративном клиенте. Информационная форма об участниках корпоративного клиента. Запрос на предоставление услуг онлайн-банкинга. Сертификат по общему стандарту отчетности CRS. Дополнительные документы. Опостелированные копии паспортов всех иностранных подписантов и бенефицаров. Копия второго документа об удостоверении личности всех подписантов и бенефицаров. Рекомендации от партнеров по бизнесу. Рекомендации из банковской организации. Справка от доходов всех подписантов и акционеров, участников. Финансовая отчетность компаний за последние два года. Выписка из реестра панамских компаний. Форма общих данных о компании. Торговый счет. Пакет электронной коммерции в Панаме. Для компаний, которые изъявили желание вести деятельность в форме интернет-магазинов или мобильных приложений, предоставляется пакет электронной коммерции. Такой пакет предусматривает регистрацию юридического лица в Панаме, виртуальный офис, корпоративный банковский счет и торговый счет для обработки платежей из вашего приложения или электронного магазина. Какие необходимо предоставить документы для получения пакета электронной коммерции. Пакет основных документов. Опостелированные копии паспорта всех иностранных подписантов и бенефицаров. Копия второго документа об удостоверении личности всех подписантов и бенефицаров. Рекомендации от партнеров по бизнесу. Рекомендация из банковской организации. Справка о доходах всех подписантов и акционеров, участников. Выписка из реестра панамских компаний. Ссылка на интернет-сайт или мобильное приложение. Для открытия счета могут также потребовать иные документы. Открытие брокерского счета в Панаме. Наша компания может также оказать содействие в открытии банковского счета. Если вы являетесь финансовым инвестором и изъявили желание открыть безопасный счет для проведения различных сделок и операций с финансовыми инструментами, брокерский счет – это то, что вам нужно. Наша компания также оказывает услуги по открытию счета, который будет находиться под управлением специалистов банка. При помощи этого счета наши банки-партнеры помогут вам подобрать индивидуальный инвестиционный портфель с учетом ваших предпочтений. Для индивидуальных инвесторов такие счета предусматривают оказание следующих услуг. Брокерские и валютно-обменные услуги на панамском и международном рынках. Брокерские и маржинальные счета. Свопы ценными бумагами. Услуги на рынке капитала. Для корпоративных инвесторов такие счета предусматривают оказание следующих услуг. Расчетно-кассовое обслуживание. Целевые депозитные счета в ценных бумагах и денежных средствах. Брокерские и валютно-обменные услуги. Услуги на рынке капитала. Хеджирование сделок и операций. Обратите внимание, что такие счета открываются не в обычных банках, а в брокерско-дилерских фирмах. Тем не менее, некоторые банки имеют собственные фирмы для такого рода. Тем не менее, это не означает упрощение процесса открытия счета. Требования по открытию счета являются такими же строгими, как при открытии обычного банковского счета. Наша компания может оказать вам содействие в открытии одного из перечисленных выше счетов на удаленной основе. Сама по себе процедура открытия является весьма простой. Тем не менее, проводимые проверки чрезвычайно строгие. Критерии и проверочные требования зависят от конкретной брокерской конторы. Тем не менее, в целом такая процедура выглядит следующим образом. Заполнение всех форм. Предоставление всех необходимых документов. Заявление на открытие счета. Копия паспорта и удостоверение личности. Заявление на получение двух банковских или коммерческих услуг. Документы, подтверждающие резидентство. Справки о доходах. Документы, подтверждающие источники доходов. Подписанные договоры на оказание брокерских услуг. Отправка документов и ожидание ответа поставщика услуг. Панама – это банковский рай премиум класса. Это пересечение океанов, культур и экономик. Это небольшая страна с огромным экономическим потенциалом и высоким уровнем финансовой безопасности. Чего же вы ждете? Банковский счет в Панаме предоставит вам и вашему бизнесу фантастические возможности по оптимизации налогообложения в одной из самых безопасных, передовых и надежных банковских систем во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok